Присаживайся. В следующий раз учебник можешь не брать, у меня свои есть. Это хорошо, а то в школу целую кучу носить и еще сюда. Устала. А что, мальчики тебе не помогают? Ой, да у нас такие мальчики. Ну их. Сегодня будем по этому заниматься. Как у вас дела? Ты что-то хотел, сынок? Ничего, просто. Тогда иди не мешай, у нас урок. Просто он. Красивая баночка. Да, симпатичная. А у моей мамы такая же есть. Не может быть. Почему? Эти, как ты их называешь, баночки, делает мой муж в своей мастерской. Это эксклюзивная ручная работа. Ни у кого такой нет и быть не может. А у моей мамы есть. Я же знаю. Там еще под крышкой два голубка нарисованы. Маргарита была замужем уже больше десяти лет. Растила вместе с мужем сына Глеба и была счастлива в браке. Несколько дней назад Маргарите показалось, что над ее семейным благополучием нависла угроза. Женщина была растеряна и не знала, с кем обсудить свои тревоги. Рита связалась со мной, и я записала ее к бабушке на самое ближайшее время. Бабушка, это та женщина, о которой я тебе говорила. Я тебя поняла. Спасибо. А ты садись, что стоишь? Остатки от обряда в лес отнеси и сожги, ясно? Да, бабушка. Ступай. Ну, здравствуй, Рита. Здрасте. А как вы узнали мое имя? Знаю и все. Вижу, ты о муже справиться пришла. Мне кажется, он не изменяет. На работе задерживаться стал, телефон прячет. И в постели ведет себя не так, как обычно. Вижу, любишь мужа. Хороший он у тебя человек. Да он у меня золотой, можно сказать. Он слова плохого не скажет. И сына обожает. Только все равно чувствую, что это не так. Расскажи мне про баночку красивую. Я вот только хотела. Ко мне ходит одна ученица. Я учитель английского и репетиторством занимаюсь на дому. Так вот, у меня есть красивая шкатулка. И ученица вот точно как вы сказала. Красивая баночка. Красивая. Ученица сказала, что у ее матери такая же. А это мой муж шкатулку делает. У него своя мастерская. А что не так? Это дорогая шкатулка. Ручная работа, понимаете? Нет. Так он ее для нас сделал. Эксклюзивная вещь. Такая, по идее, только у нас должна быть. Посмотрите. Может, он мне из меня и с той женщиной ей такую же сделал? Все, что нужно было, я уже увидела. И что? Не верен тебе муж. Правильно тебе сердце подсказало. К той женщине у него действительно чувства. Я так и знала. Но и к тебе он не остыл. Тебя тоже любит всем сердцем. Бывает такое. Если у него к ней чувства, как вы говорите, он, получается, меня что, бросит, да? С кем он останется? Это пока неизвестно. Одно скажу. Хочешь, чтобы муж с тобой остался? Молчи. Да делай вид, что ничего не знаешь. Вот до последнего молчи. Поняла? Я попробую. Спасибо. Прошел день. Маргарита хотела сохранить семью. Поэтому старалась выполнить наказ бабушке и не заводить с мужем разговор об измене. Но это ей удавалось с большим трудом. Так, все убираем, сейчас съесть будем. Давай, сына, все в коробку. Потом долепим? Конечно. Тебе чем-нибудь помочь? Сама справлюсь. Мне не тяжело? Ты что, глухой? Я не поняла. Что-то случилось? Нет. Ты руки помыл? Ты что на взводе-то? Отстань! Я сказала, все хорошо. У тебя что, эти дни? Я не понимаю. Ну что ты пристал-то, а? Нет, у меня покоя в этом доме. Что смотришь? Ешь давай! Пап, что с мамой такое? Не знаю. Маргарита была на грани нервного срыва. Она как могла старалась взять себя в руки, чтобы не навредить отношениям с мужем. В следующие выходные к ней снова приехала ученица Оля. И Рита решила разузнать у девочки что-нибудь про ее мать. Так ты говоришь, что твоей мамы такая же шкатулочка? Ага. А сколько ей лет? Кому? Маме твоей. Двадцать восемь. А что? Просто интересно. Такая молодая. Как ее зовут? Даша. Все, я дописала. Проверьте. А кем работает твоя мама? Продавцом в магазине. Теперь скажи это по-английски. My mom works in the store. Правильно? Молодец. А в каком магазине? Тоже сказать по-английски? Нет, не обязательно. В магазине одежда тут, недалеко. Do you have a dad? Есть ли у меня папа? Нет. Получается, твоя мама совсем одна? Нет, к нам в гости ходит очень добрый, хороший дядя. Мама сказала, что он когда-нибудь, может быть, будет жить с нами. Маргарита была шокирована тем, что услышала о Толе. Ей стало очевидно, что у любовницы мужа на него серьезные планы. Узнав, в каком именно магазине работает Дарья, Маргарита приехала лично посмотреть на свою соперницу. Мужики-негодяи. Как и не наряжайся, все равно не заметят. Ну не скажите, не все такие. Вот у меня и цветы дарят. И внимательный. И даже новый маникюр замечает. Ничего себе. Как же зовут ваши дела? Олег. Не подходит. Может быть, вот этот? А сегодня мы идем с ним в театр. А потом в ресторан. Вы меня слушаете? Да. Ничего не подходит. После разговора с Дашей, Маргарита убедилась, что именно она была любовницей ее мужа. Вечером Олег позвонил и сказал, что задерживается на работе. Маргарита понимала, что на самом деле он проводил время с Дашей. О, а ты чего не спишь? Час ночью уже. За тебя волновалась. Я же предупредил, что на работе задерживаюсь. О, ты что плакала? Нет. Извини. Там заказ был срочный. Ну, пока я ждал материалы, пока не доехали. Курьер в восемь только приехал. А потом работа. Сама понимаешь, все непросто. Издеваешься? В смысле? Я все знаю. Что знаешь? Я знаю, где ты был. Ты была у любовницы, я видела ее. Ничего не хочешь мне сказать? Ну, раз ты уже все знаешь, ты сама разрубила этот узел. Я тоже не могу больше так жить. Рита. Я люблю Дашу. Я хочу быть с ней. Так, значит. Тогда уходи. Что, прям сразу? Уходи, я сказала! Уходи! Бабушка, что же мне теперь делать? Олег ушел от меня, я теперь не знаю, как его вернуть. Не ушел, а сама выгнала. Зачем врешь? Я тогда на эмоциях была. Говорила я тебе. Молчи, чтобы не случилось. Не смогла я. У меня, между прочим, гордость тоже есть. Вижу, ты и к любовнице его ходила. Ходила. Ну и как, полегчало? Нет. Из-за нрава своего можешь ты теперь мужа потерять. Руки, небось, замерзли, погрей над огнем. Это нормально. Погрей, говорю. Да не замерзла я. Не спорь. Хватит. Беда вижу будет. Какая? Смерть. Уврет кто-то? Да, только не вижу, кто. Одно скажу. Теперь от тебя многое зависеть будет. От мудрости твоей. Мам! Прошло две недели. Все это время Маргарита страдала без мужа. Она сильно любила Олега и очень хотела, чтобы все было как прежде. Ну вот и иди к своему папе. А, я забыла, его же нет. Почему ты на меня кричишь? Извини. Я не выспалась. А где папа? Почему его так долго нет? Уехал по делам. Скоро будет? Наверное, не знаю. Вот как только решит свои дела, сразу приедет. Ну, наверное. А почему Оля к нам не приходит? Мам, почему Оля на занятия не приходит? А ей больше не нужен репетитор. Она и так справляется. У нее мама очень умная. Жак, мне нравилась эта девочка. Маргарита сказала сыну неправду. На самом деле, она отказала Оле в занятиях, солгав, что больше не занимается репетиторством. Она не хотела видеть дочь соперницы. Прошла еще неделя. Прошла еще неделя. Олег продолжал жить у Даши. И Маргарите было все сложнее скрывать от сына правду о том, что у его отца появилась другая семья. Здравствуйте, Маргарита Сергеевна. Здравствуй. Зачем ты пришла? Маргарита Сергеевна, мне очень нужна ваша помощь. Я больше не преподаю. Ты что, не поняла? Ну, мне очень нужна ваша помощь. Скоро в школе тест по английскому. Очень важный тест. Я никак не могу его завалить. Оля, в чем проблема? Наймите другого репетитора. Другие, которые хорошие, далеко живут. Я к ним засветло не успеваю. Поэтому мама меня не отпускает. А те, которые сами приезжают, много денег берут. Пожалуйста, Маргарита Сергеевна. А ладно, раздевайся. Ура! Оля пришла! Иди, делай свои уроки. Маргарите было неприятно общение с дочерью своей соперницы. Но ей было сложно отказать ребенку. Кроме того, Маргарита понимала, что после ухода мужа ей нужны были деньги. Вот этот абзац перепиши, переведи. Когда справишься, исправим ошибки. Хорошо. А почему тебя мама к репетиторам, которые далеко сама не возят? Она работает до вечера и устает. Ясно. А еще, когда приходит, кушать надо готовить перед приходом моего нового папы. У тебя новый папа? Ага. Он раньше только по вечерам приходил, а сейчас с нами живет. Это тот, который маме баночки носит? Он только одну пронес. А где же твой родной папа? Я не знаю. Я его никогда не видела. И мама тебе ничего не рассказывала? Мама сказала, что он и сбросил, когда я была маленькая. Очень жаль. Я его не знала, поэтому мне все равно. Мне нравится дядя Олег. Почему? Ну, он добрый, веселый, а еще рисует со мной. Это он может. А еще мама от него братика ждет. Что ты сказала? А что? А что? Нет, ничего. Да, выходи. Я пришла. Маргарита была шокирована известием о беременности Дарьи и на следующий день поехала к Олегу на работу, чтобы поговорить. Ты звонила срочно на что-нибудь? Очень. Давай, рассказывай, не тяни, а то мне еще работать надо. Это правда, что твоя новая пассия беременна? Ее Даша зовут. А мне плевать, как ее зовут. Ты не ответил на мой вопрос. Правда. И что теперь? Я хотел с тобой на эту тему попозже поговорить, но раз ты уже пришла, Рита. Я считаю, надо нам с тобой развестись. Вот значит, как. А ничего, что у тебя еще сын есть? Я Глеба не оставлю. Я его люблю. Ну и Дашу с маленьким ребенком я тоже оставить не могу. Понятно, все с тобой. Я Глеба навещать буду. Забирать, если надо. Да еще и сына лишить меня хочешь. Не говори ерунды. Я как лучше хочу. Ты как лучше тебе хочешь? Обо мне ты подумал? Я тебе деньгами помогать буду. Засунь свои деньги себе, знаешь, куда. Рита! Прошел месяц. Маргарита и Олег развелись. Олег, как и обещал, часто проведывал сына, стараясь, чтобы Глеб не испытывал нехватку отцовского внимания. Что случилось? Олег в больницу попал. Почему? Сердцем плохо стало. Можно я Олю у вас оставлю, пока я к нему поеду? Давайте я к нему в больницу съезжу. Может быть, сегодня я поеду, а завтра вы. Я с детьми посижу. Хорошо, конечно. Проходите. Спасибо. Вы как узнали, что я жена Олега? Он вам сказал? Да, недавно. Я ведь репетитора через агентство искала. Вас даже не видела. Представляете, как я удивилась, когда узнала, что его жена это вы. Да уж. Оля, давай раздевайся. Привет. Привет. Глеб, проводи Олю в комнату, займитесь чем-нибудь. Ну, порисуйте, например. Угу. Идем, идем. Да, а вы про меня давно знаете. Вы ведь даже ко мне в магазин приезжали. Только вот я не знала, кто вы. Да, приезжала. Ладно, спасибо вам большое. Я побежала. Только держите меня в курсе, что там и как. Обязательно. Спасибо. Вот все, как вы говорили. В прошлый раз вы смерть увидели. И вот она рядом, можно сказать. Муж мой с сердцем слег. Мы хоть и развелись, но я все равно его люблю. Может быть, можно ему как-то помочь, а? Слезы утри. Вижу, у тебя в сумке тетрадка есть. Слова в ней какие-то незнакомые? Это ученица тетрадь. Я же вам говорила, я репетиторством занимаюсь на дому. Почему-то я еще кровать вижу, и ты над книжками склонившись сидишь. Ну, может, потому что я учеников в спальне принимаю. Вот поэтому ты мужа и потеряла. Нельзя в спальне работой заниматься. Она не для этого. Ой, да какая там работа? Я максимум 2-3 часа в день там занимаюсь. Никакой работой нельзя. Ни шить, ни вязать, ни за компьютером работать. Никак в спальне работать нельзя. Вот семейный очаг своими руками и разрушила. Это что же получается? Я виновата, что Олег в больнице. Аня, отвар принеси. Олег мой умрет, да? Пей. Олег твой жить будет. Это хорошо. Значит, вы в прошлый раз ошиблись, когда про смерть говорили? Бабушка никогда не ошибается. Правильно тебе моя внучка сказала. Муж не умрет, но смерть все же рядом с вами ходит. Мне что-то нехорошо. Я, пожалуй, пойду. Ступай. Прошел месяц. Как и пророчила бабушка, Олег выжил и вскоре быстро пошел на поправку. В этот день он пришел проведать Маргариту с сыном. И они все вместе пошли гулять во двор. Все. Тайм аут. Устал? Здоровье уже не то. Мама, а можно я на горке покатаюсь? Конечно. Ты, кстати, будь аккуратнее. Спасибо тебе, Илья. За что? Ну, не бросила меня. Даша помогла. Ерм, да. Не чужие люди. Мы, кстати, с ней расписались. Поздравляю. Как вы с ней познакомились, хоть ты не рассказал. Помнишь, когда ты с Олей занималась? Однажды ее до темноты задержала. Нет, честно говоря, не помню. Ну, так вот я увидел, как она из нашего подъезда выходила после твоих занятий и домой шла. Я тогда из мастерской приехал. Предложил ее проводить домой. Она отказалась. Сказала, мол, не знает меня. Точно. Она же тебя никогда не видела. Ну, да. Ты когда в спальне с учениками занималась, я старался тебе не беспокоить. И не высовываться. Но всех учеников твоих я по описанию знал. Ну-ну. И что дальше? Ну, Оля отказалась. Я за ней пошел. Охрана, мало ли что. Девчушка маленькая. На улице темно. Ну, проводил ее до подъезда. Там Дашу увидел. Влюбился. Оля и Даша до последнего не знали, что я твой муж. Продолжим? Да, конечно. Погоди. Олег Игоревич Никифоров. Из больницы звонят. Ваша жена Дарья у нас. Вам лучше приехать. Что-то случилось? Даша в больнице. Мне надо срочно бежать. Другой раз, сына. Прости. Увидимся, пап. Прошло два дня. Если хочешь, можешь не лепить. С чего ты сделал, что не хочу? Ты какая-то грустная. Ну и что? Мне все равно нравится проводить с тобой время. Ты из-за папы грустишь, потому что он ушел? Немножко. Ну, это пройдет. Это ничего страшного. Понимаешь? Да. Я открою. Пустишь. Что стряслось? Да что случилось-то? Ну, не молчи. Даша умерла. А ребенок? Никто не выжил. А как это произошло? Эклампсия. Я в этом плохо понимаю. Слишком поздно было. Никого не спасли. Бедный, вы же не. Привет! Спустя несколько месяцев после трагической смерти Дарьи, Олег вернулся к Маргарите, и теперь они вместе воспитывают Глеба и дочь Дарьи и Олю. Маргарита больше никогда не работает в спальне. А если и приходится принимать учеников дома, то проводит занятия на кухне. Бабушка говорит, что спальня предназначена исключительно для отдыха, и там ни в коем случае нельзя работать. Из-за этого может разрушиться семейный очаг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова